Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда консул, продолжаем нашу кампанию за рим на легенде без автобоев и поражений в игре рим 2 итак вот она наша с вами статистика, челлендж нажив, челлендж продолжает как говорится жить, все битвы мы сыграли лично, их у нас сейчас 106 и поражение как видите пока по нулям. Итак, прошлой серии мы тут с вами довольно серьезно повоевали с афинянами, с аспартанцами, афиняне даже заставили нас понярничать, что блин я думаю сейчас все, солью я свой челлендж, но с горем пополам мы вроде как вывезли, благо были у нас баллисты. Итак, в этой серии попытаемся мы закончить вот этими двумя полюсами, значится надо нам утопить вот этот вот стэк спартанский, после взять афины, также я наверное двинул еще вот эту вот армию в атаку, добить нужно вот этих бойцов, у них есть греческая гигантская и плюс кавалеристы. Хорошее сочетание, могут они мне тут потерь-то нанести, пока я там до них добегу. И также надо нам тут все позахватывать, перестроить, надо вот нам еще эпидамент с вами перестроить, тоже тут ничего я не успел переделать, я вот думаю может вот эту вот хрен еще снести. Такой леший она мне тут нужна, по сути может тут в центре, и особо наниматься я тут не буду, надо будет короче говоря пересмотреть тут все вот это вот дело. То к чему, что нам там нужно, что нет. Так ну и начнем мы наверное с вами с флотом, перебьем мы тут всех вот этих вот товарищей спартанцев, которые тут приплыли к нашему брундережью, значит набрали они тут спартанских гоплитов, кавалерию кое-какую, есть у них даже пироги-копейщики, ну и куча застрелов, илотов, копиметателей значит. Ну вся эта мощь их нивелируется против флота, так что погнали. Заработаем баблишко и потом потратим его на перестройку Афин. Встретимся на поле боя. Итак, выпала сухая погода, вот он наш мощнючий сильнючий флот, прям имба имбовая в этой игре. Стоят там наши бойцы, цундурионы, все готовы к битве. Ну и вот они, наши противники их, я к сожалению, по-моему, посмотреть не могу, или могу. Я вроде что-то могу. Вот они, копиметатели, а где у них эти спартанцы, а вот они. Надо бы тоже какой-нибудь мод поискать будет, чтобы были какие-нибудь красивые спартанцы и так далее и тому подобное. Если у кого есть там на скины какие-нибудь моды интересные, то пишите название или там кидайте ссылки. Я правда не помню, можно ли там всем кидать ссылки или нет. Но потом еще я это дело поправлю. Ладно, погнали, короче говоря. Обычные снаряды, сухая погода. Отправим этих ребят к Нептуну. Так, ну вот сразу же несколько кораблей начинает крутиться и воркеться, пытаться повернуться пятой точкой к нашему противнику. Это постоянная болезнь в этой игре. Так, надо генерала подтягивать. Так, чего-то он там отмутикался. Ну-ка, давайте, кстати, мы его посмотрим, где он там вообще есть-то. Пойди, найди его тут, где он, в этой толпе, да? Здесь у нас три арии, я так понимаю. А вон он, наш флотоводец. Это он как-то тут у краешка присел, стал точнее и стоит балдеет. Так, что там тем временем? Ты смотри, еще даже ни одного корабля не утопили. Как так-то? Надо бы это дело немножко подускорить. А нет, утопили один. Я не знаю, ошибаюсь всем. Сейчас эти бедолаги пойдут кормить рыб. Поплывут точнее. Так, стоять. Давай сюда. Дам. Пятикопи метателей. Этих пацанов. Сунитошка пи метателей. И вот этих хобей. Если что, пойдем на таран, если успеет подойти. Так, я только хотел пострелять, сам прицелиться. Ух, кто попал. Нормально. Нормально. Так вот, этих пацанов. Не попал чуть-чуть. Вот, уже лучше. Да что ты, блин. Один выстрел, так успеваю сделать. Который уже что-то больно близко подошел, товарищ. Давай на дно. Теперь здесь. Ух ты, в упор. Промазал, вот я даю. Давай, 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 давай. Здесь. Успокоили. Давай туда. Генерала надо тоже, наверное, притопить. Так, ну и все, они уже в нашу сторону особо не двигаются. Давайте. Достреливать их. Кого попадем? Это не особо-то попадаю, я смотрю, да? А что-то мажут, Борис, ты бы еще и не все стреляют. Что не стреляешь? О. Так, волнуются ребята уже. Так, это утопили пацана самого главного. Ну и последний. Недолага. Там увезучий. А ну все, уже не увезучий. Тоже, героическая победа, как всегда, ничего не смогли сделать. Никто не смог на нас доплыть. Ну и встретимся уже на карте компании. Так, на дно, товарищи. Зато давайте убогоморей возьмем за них баблище. Две с половиной тысячи, нормально. Итого у нас уже почти восемь. Так. Ничего тут у нас получается. Начался флотоводец. Что нам дает авторитет, как флотоводец? Давай, возьми. Здесь у него, по-моему, на флот такого ничего нет особенного, да? Действует боевой дух всех отрядов. Не знаю, надо, не надо. В принципе, так нормально. И так ему сойдет. Так, и вон еще и финский флот, кстати, да? Надо бы будет им заняться. Давайте-ка выдвинемся в их сторону. Так, теперь, 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 теперь надо шутнуть вот этих пацанов. Я, наверное, сделаю это вот этим вот стеком. Так, они бегут, зараза. Бегут и догнать я их не смогу, скорее всего, да? Не, вот эту армию я смогу сразу догнать. Ну, что тут в спарте творится, я понятия не имею, честно. А то у меня тут весь перебитый стек. И если я еще тут получу контратаку от спартанцев, то будет совсем не весело. Поэтому, ладно, пускай пока поживут. Так, афины я тут преследую. Тут у меня еще и египтологи стоят какого-то лишего. Что у нас там по дипломатии с вами? Давайте глянем. Так, ну все красными рожами, все недовольны нами. То, что даже поторговать не с кем. Печаль, беда, конечно. Можно, кстати, попробовать помириться. Они наверняка хотят. Очень даже силы хотят. Они даже на протектораты согласны. Не нужны они мне. В протектораторах надо будет их всех шатать. Так, и кстати, в политике, что у меня там? Совсем забыл я туда заглянуть, посмотреть, что происходит. Так, дом Фабии у меня здесь. Завоевать Аликсенофоб. Ну, тут по верности все замечательно, все офигительно прям. Прямо контроль у нас все подает о самом предположено, как говорится. И в ближайшее время у нас войн быть не должно гражданских. Так, уже, как говорится, сколько можно для наших товарищей про этом в Германии где-то. Пускай они там тусуются. Правда, у меня там всего три стека, и те стоят на границах. Если вот гражданка начнется, мало мне не покажется, конечно. Чакль беда. Ладно. Поставим мы их пока в покое. И думаю, пора уже идти на штурм Афины. Так, кто у них тут есть? Так, гоплиты ополченцы, щитоносцы, один отряд пик, два отряд коней, две прыщи и два отряда толпы. Ну и плюс еще застрелы с моря вылезут. Ладно, погнали. Штурманем, значит, Афины. Поглядим на город и вообще, что там у них как происходит. Узнаем, как делишки. Стретимся уже под стенами города. Итак, друзья мои, приготовился я к битве. В этот раз решил я штурмовать поселение с этой стороны. А именно, сейчас я хочу шатнуть вот эту вот башню, проделать вот здесь вот дыру. И отсюда уже, как говорится, залетать в само поселение. Здесь вроде бы пройти мы нормально сможем. Подтянул все свои силы. Я на всякий случай, кстати, притащил лесенки, если вдруг где-нибудь там мои баллисты что-нибудь не так сделают. Так что погнали. Значит, эта баллиста будет у нас бить тоже сразу сюда. А хотя давайте. Сразу башню шатнем. Все стрелки у них где-то там тусуются. Бастионные анагры у них есть, но они, как говорится, не смотрят в нашу сторону. То есть хорошо. Мы, кстати, несли сейчас шатнем вот эту вот башню и сделаем дырку вот здесь еще. А мы, получается, часть гоплитов отрежем, по-моему. Хотя это не точно, машине там еще куда убегут. Давай. Ломай, ломай, ломай. О! Вот что значит золотые ручки. Вражеская башня уничтожена! Врезал, по-моему, нету. Вражеская башня, давайте, подтянемся вот сюда. Не, все, они побежали там по своим делам. Пуск у них там только на воротах, по-моему, теперь. Чутка я под ускором. Сейчас мои баллисты позиции займут. Чё их флот? А, он плывет к нам, кстати. Их флот. Так что надо бы их... Если чё, кавалерия здесь встретить? Если вдруг надумывать, нет, там решили высадиться, к воротам пошли. Ну хрен на них. Полченцам, кстати, досталось. Пока они там возле башни тусовались. Так, ну давай быстрее. Занимай позицию уже. Так, и на всякий случай, я наушников вот сюда подтянул. Чтоб прикрыть баллисты, капли метателей, да, всяких разных. Так, все. Давай, понеслась. Ну, в принципе, и легионеров можно уже протягивать в эту сторону по чуть-чуть. Такие шагом идут. Они, похоже, мой замысел ещё не поняли. Где-то там всё на этих... На городских стенах тусуются. Металлоги. Чё там? 36%, нормально. Ох, и дари, чё мы тут сейчас проводим с вами. И когда они её залатают, придётся самим латать. Так, эту харю я спрячу на время. Так, есть контакт. Там, по-моему... Ах, не могу я зайти за стенку города. Там, по-моему, должно быть это... Стена проломлена. Так. Давайте расширять. Как говорится, кругозор. Так, ну, нечестно, пока прибегут к нам. 27, давайте подскупорим. Так, уже 49. Так, скройся с глаз моих. Так, подводит он стрелков по чуть-чуть, да? Прашников, причём. Вот это вот проблема, на самом деле. Стена проломлена. Так, ну и не знаю, хватит мне ещё снарядов или не хватит. Но расширим проход, насколько возможно. Так, лучников подвести. Правда, они могут отгрести от прашников. Хотя он сам, бедолага, не знает, что делать. 49, нормальным. Хорошо, хорошо, идём. Выдвигаем вперёд наших бойцов. Стена проломлена. Да, стена проломлена. Как там наши красавцы? Сейчас, говорит, мы люлей-то дадим по полной программе. Римские легионы, это, ребятки, не шутка вам. Это вы тут со своей демократией, понимаешь, засели вон, блин. На форуме и сидите, балдеете, да? Эх, блин, не подвести мне туда камеру пока что. Не посмотреть, что там происходит. Так, кстати, легионер-фетеранов. Тоже подвожу. Так. Легион вот до сюда и стоп. Так, по стене они там что-то носятся. Лучники вот сюда. Режим обороны. Давайте. А ну дай. Залпы пока из патрона еще. Чтобы, как говорится, нет, да? Так, попали. Шо. Так, ручники еще вперед. Так, там он чуть. Жопутали честно решать их сам. Хочу не таки перекусанные, это бедолаги. Или я что-то где-то упустил. Или они там что-то между собой еще дерутся по ходу? Там же вот 90 человек в отряде было. Уже 30 осталось. Так, еще подойду. Наши остались без снаряжения. Нормально. Бедит с лишним бойцов забрали. Так, все, пошли залпы. Так, чуть-чуть, а подускорить все дело. И надо сюда поглядывать тоже. Ну, что-то как-то скромно они их убивают. Вам может подойти поближнее. Хотя нет, нормально сойдет. Так, а вот прачники тоже серьезно. Вот, кстати, на кого надо было поэкономить баллисту. Дабы не нести лишних потерь, есть эти готовы. Давай сюда. Так. Кто пошла перестрелка? В разные стороны. Стрелы, камни, вся фигня. Так, ну, мы их пока не убили еще. Вот, прачники отлетают только в путь. Ну, там тоже что-то пытаются кидаться, но, видать, неудобные матери, не видать нифига. Хотя нет, смотрите, убили одного лучника уже. Даже двух, ну, правда, не сильно это им поможет. Все. Убегли. Стали. Блин, у меня что ветераны как-то стали ни туда, ни сюда. Стоп. Больше никого пока не видно. Подходим. Что они там вообще-то залезли? Что они там вообще забыли вопрос? У них главная такая грища в стене, а они по стенкам заносятся. Ну, что за идиоты? Или они, типа, прибежали, хотели здесь спуститься, а тут шиш, да? Вот, наверное, почему. Хорошо. Сразу на это самое накладывают лучники, но это ополченцы. Ты с них возьмешь. Так, все, стоп. Они уже убегли. Так, ну, на толпу я явно. Патроны тратить не буду. Толпу, в принципе, вообще можно конины счардживать по-быстрому и не париться, да? Ну, хотя ладно, не легионерам все, ничего сделать не смогут. Так, все побежали там по своим делам, похоже. Так, давай, расчерепашивайся. И пойди накажите пацанов. Не побежали вы по домам, ребятки, а? Вот такой лишил, но вам это надо. С вашим повооружением. Все, они, похоже, решили все-таки пойти по домам. А так просто уже не получится. Так, заводи потихонечку остальные регионы в город. Так, куда-то он меня решил заманить, что ли, я не пойму. Он утворяет. А, вот, вижу. Таим. Давай. Броним его еще чинить. А он вот так решил платить. Давай. Так, что уже брали. Передумал. И получи. Кину пиломов. Полу кучу. Так, а вот это уже проблема. Так, кстати, кавалерию вообще не подвел, мол, без. Мученики сюда. Так, ну, получается, сейчас загребутся. Так, закидайте его. Нормально. Так, ну, куда идти. Так, вот этих бы закидать. А это комплеметатели. Броним них, швырни швырни пилом, швырни их, не швырни их, не швырни их. Я-то надеялся, что как они шпырянут. Все, завязали, зато их боем тоже нормально. Так, здесь всех уже догнали. Давай быстрее. Наши остались без снаряжения. Тут даже без снаряжения остался. Да ладно. Так, лучники. Залетайте. Перепахи поубирать. А так, что и всем поубирать. Так вот, еще одна кавалерия. Так, раздражки швырни. Так, где-то моя камера. Сейчас подойдем, поможем. Так, тут легеная склонница, любится дать, поглядим. Маленько, кого не мешают, но конечно. Тут нифига, он нашему пацану как щитом-то по башке съезду. Давай, скидывай, служим его. Там же подставки скидывай, служит побежал. Вот, куда-то мы все ломались. Лю, грашу, чай, давай сюда. Так, лучников, вот сюда выдвигаем. И ветерана в ту же сторону. Так, конец от ближнего боя, давай сюда. Там кто идет? Прачники, вот это, где-то. Кто тащит бы ее, на самом деле? И сразу с этими пацанами пообщаться. Давай, 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 давай. Бегом, бегом. Так, главное. Под башню сильно не заскочить и не повстыкать все это дело. Так, я думаю, сейчас мы с ними побыстрее справимся. А граждану держатся, смотри. Станики, которые. Так, хорошо держатся, опа. Вот это уже проблемно. Для конец, по крайней мере. Надо валить отсюда. Подхожу. Достреляйте вы их уже. Перестроились. Я тут не заметил, что мы в упор, блин, мучеников за стрелять. Засрянцы. Так, ну все, уложили. Так, надо вот это что-то включить на себя к пожарной. Вперёд. Ай-яй-яй-яй. Пытаются там чётки даться ещё. Так, надо бы, наверное, побыстрее в атакуете тогда. Так, конец тоже давай в обход. Тут, я думаю, они и так справятся. Это у них... А, нет, тут копейщики щитоносцы. Это, блин, не хухля-бухля. Всё, отлетели. Но долго они всё равно против этого направлены продержатся. Давай колонны сюда. Хотел бы пацанок достать. Ахтубин, зараза. Пока не лупит. Так. Ручники. Фишки подрубаем. Давай-ка в интернальной площади. Ветераны тебе прикроют. Хмельница, пускай пока стоит. Твори щитоносцы, как держатся, а? Так, а по-быстрому мне их обойти можно? Как-нибудь где-нибудь, ну-ка. Погоняем разведку. Ими нашими силами. Кавалеристов. Чё-то, чё-то, на столу будут стоять. Теперь сюда. Гоняем. На это гонол. Куда же он боится? Хотя бы. Чтобы особо не кидались. Во, что идёт? Так, кого нашли? Полпу нашли, похоже, да? Ага. Давай, чардж. Ой, бедолаги. Акадея, главное. Вот просто зацепку, где-то же здесь тусуется по-любому. Он пекиня у них. Давай. Учник, давай. Ветераны, тоже вперёд. Чё-то, не вижу её. Пододелся, хреновный. Он только в чистом поле замаслялся, нет? Не видно. А вон, у меня это как, щитоносцы. Вхожу. Витамы, 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 плен. Всё-таки попали они, подвоим моим кавалеристом. Ухожу. Там, как дела, тем временем. Так, тут всех перебили, нормально. Так, ну давайте вот сюда тогда. И толпой. Так, чё там, как дела? Нормально. Щитоносцы в перестрелку вступать тоже та ещё. Веселуха, как говорится. Я уже лучников, так нормально, пока цели. Отходим. Вперёд. Так, я тут двоих сюда. Там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Во фланг, зараза, накидывает. Грёбаный щитоносец. Сейчас я тебе устрою. Ага, в свою очередь, они начали огребаться. Так, те уже педалаги волнуются, да и сами щитоносцы, в принципе, волнуются. Так, ополченцы убежали, хорошо. Где у них главный пикинер-то их? Главный дед. Это удачный манёвр, этого достаточно. Лучников подтягиваем, там чё делается. Идут потихоньку пацаны вперёд. Где-то заныкался собак, и найти его я смогу. Это похоже, пофигу ему, что мы берём тут главную площадь. Итп, итп. Так, подускорим. А, вон он, нашёлся. Айдрис. Атаку не идёшь, что ли? Огон. Вот они, видолаги, пикинеры. Мы захватили точку победы. Хорошо. Так, научники чё-то там как-то скромно стреляют, и всё, запутал я их, похоже. Смотришь, что ли, с двух сторон стоят ветераны, и не знают они в какую сторону бедолаги пойти. Так, сбили захват за туда. Вот там. Металки-палки всякие. Луки-не-луки. Давай, опал. Начники, стоп. А ну всё. Так, всё. Пало у нас. Колыбель демократии, а пуперем. Так, ну и смотрим, чего мы там с вами захватили. Кстати, нам тут ещё баблишко подкинули. Значит, сами Афина у нас в третьем уровне. Хорошо. Так, здесь. Ну, давайте, ладно, рыбацкие ставим. Так. Стоит ли, не стоит вообще это дело тут строить? Давайте, ладно, оставим. Второго уровня. Ну-ка, стоять бояться. А, нет, не могу ничего нанимать. Да ладно, перестроим. Ломаем. Не хватает мне чуть-чуть денег. Блин, жалко. Давайте вот здесь отменим. Сразу на порядок. А ну, блин, не хватает. Да ты чё? Да. Ощутимая, конечно, нехватка денег, друзья мои. Это печально. Ну, у нас много регионов. Много флота. Большие довольно затраты идут. Ну, и плюсом приходится вот выключать налоги. Как говорится, хоть как-то поддержать общественный порядок. Ну, и всё. На следующий ход, как говорится, Спарта. У нас в целях. Ну-ка, подойди поближе. Ну, всё, он дальше уже не пройдёт. Так, в демократии... О, в демократии, говорю, в этом... В дипломатии нам делать нечего. Ну, вроде бы мы на этом ходу сделали. Давайте посмотрим, кто где качнулся. Если качнулся, нет. Никто нигде не качнулся. И будем сдавать ход. Так, и началось восстание рабов. Вот это вот хреновенько. Сломать человека несложно. Сломать его дух куда сложнее. Вот это всё, где она началась. Вот там есть у нас, влачево, стали. Как бы мне тут сейчас люление гребсти. Ага. Вот они где вы встали. И тут как раз, кстати, был тег Египта, который их отогнал. Вообще красавцы. Так, хлады там куда-то поперлись во своясь. Так, ну, и вот вообще не вовремя. Надеюсь, у тебя ничего не получится. Есть. Закололи, похоже, наш легионеры. Так, вот ещё афинский стек. Наемников собрал, целую кучу похоже. Так, хотя же, чё тут свой теки тащат в мою сторону, тащат. Ну, мы союзники, в принципе, они. Ой, рабы, ну вообще красавцы. Смотри, чё вытворяют. Как всё вовремя-то они сделали. Восстание рабов. Так, по зову долга. Третий легион у нас остался без главнокомандующего. Так, есть там кто из наших? Нет? О, авторитет минус. У тебя чё? Это вообще какой-то странный. Так, нормальный командир. Давайте его возьмём. Экономическая цель. Давайте земледелина. Восстание рабов, да знаем мы. Плохали уже. Вернулся домой политик вверх. Новый вождь. Получается, император помер первый наш. Жаль. Исследование завершено. Экономер родился, женился. Твою мать, сколько новостей там. Так, кто у нас там теперь император-то я чё-то подзабыл. Давайте поглядим. А. Юлий Граг был императором Перикони. Вот он, наш первый император. До 78 лет он дожил. Красавчик. Этому императору уже 52 года. И наследником почему-то стал... Ты кто-то у меня. Да, ты наследником почему-то стал ветвь. Почему, не знаю. Может потому что у этого только сплошные дочки тут. Товарищи, да? У этого-то сыновья. А, кстати, женить никого не можем. А ну давай. Дадим тебе назначение. Так, вот могу женить. Нашего Агалу. Сколько ему там лет-то, кстати? 23 года. Ну, жену чуть постарше, поопытнее, если взял. Так. Показать умерших. Убрать. Так, здоровенная табличка. Так, вот 18-летний пацан с ним. Я пока ничего сделать не могу. Только он у нас, видать, в должность вступил. Это тоже 18-летний парень. Так, что у меня там по политике, кстати? 6.30. 29. Можно даже, в принципе, заслать его куда-нибудь. Ну ладно, пускай пока тусуется. Так, денег не очень много. Так, продолжаем мы, значит, с перестройкой Афин. Так, вот это я, наверное, тоже сломаю. Хотя... Пере библиотеку тут забабахать. Давайте библиотеку забабахаем здесь. Храм поставим. Так, теперь продвинем наш легион к спарте. Погодим, чего там происходит. Ага, о как. Это хорошечно, слушай. Так, у осады. О, вот здесь у нас будет уже интересная битва, ребятки. Там довольно серьезное. Что у них тут есть? Куча пикинеров, гоплиты, пиреки. Ну, гарнизончик, конечно же, без него никуда. Так, сидим сзади. Так, что за финами здесь? Они со своей гигантской баллисты тут толкнулись бедолаги с рабами. Рабы их жестоко, конечно, покоцали. Так, а ты кто у нас вообще? Базилевсы, ну-ка, если я его загашу. А 8% нет. Нет смысла. Да не пробовать. Так, надо улучшить нашу. Кавалерию. Как следует, да? И добить. Вот это дело. Так, я вот он достану, вот этого пацана. Достану. Вполне себе. Давай. Что у тебя там есть? Наемные топольники. Клит флотоводит со скорпионом. Ну, давайте флот на флот. Погнали. Итак, ребятки, не повезло, малость с погодой. Вы полточки. Ну, с другой стороны. Я все равно обычно огненными снарядами не стреляю. Так что, думаю, нам это сильно не помешает. Погнали, значит, в бой. Будем их пытаться расстрелять как следует. Ну, и если слишком близко подойдут, то будем таранить. Кстати, генерала надо вот сюда откуда-то вывести. В этот раз. А, или я просто успел это начать в правлении. Они у меня не стали разворачиваться там. Становиться к прыгу. Пятой точкой. Давай, поехали. Так, что там? Как дела у вас? Кто мне? А, он со скорпионом, пацан, да? Тоже будет сейчас в ответку по мне палить. Правда. Это не Пинтера. Ну, накидать что-то можно. Вон. Вон. Полетела стрела. Так, ну и ждем. Так, надо вот этого дела еще подрубить. Или нет? Я подругу, если он... На таран пойду. Похоже на таран я не пойду, потому что он уже... Одного товарища отправили на дно. Хотя кто знает. Так, еще один туда же. Да стреляйте вот сюда, Фран. Так, все, еще один. Давай на тарану. Если успеешь, конечно. Так. Давай, 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 давай. Он еще и кидается, зараза. Ух, ты не получился. Не получился, к сожалению, таран. Ты ты чё, жопой встал? Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Ты чё там встал? Кажем тот изгад. На начальника напал, сволочь. Ой, блин, по-своему кораблю еще пальмал. Есть. Я уже за этого за флотоводцы испугался, если честно. Ну ладно, справились. И встретимся уже на карте компании. Кончился, арфийский вход. Еще денег нам дают. Нормально. Раские традиции. Так, чё там есть? Так, опустошителей. Однозначно. Так, ну и тут, по-моему, еще дед спартанский флот плавал. А вон он плывет. Далековато он плывет, ну. Развернемся по-ка. Развернемся по-ка. Вот в сторону. Так. Теперь по поводу кого. Кем теперь займемся. Теперь мы, наверное, займемся афинянами своими. Кто у них тут есть? Куча наемных гаплитов. Есть тарантосы. Есть большущая гигантская баллиста. Но, правда, все они, бедолаги, перекоцанные. Прям в хлам. Давай, атакуй. Бежит. Бежит, зараза. И вот теперь вопрос. Если я сейчас догоню и разобью эту армию, у него тут еще и куча пельтастов, то я мыть. Короче, будет тут с кем повозиться, да? Куча пельтастов, всякие застрельщики. Если я вот сейчас тут где-нибудь в горах попытаюсь расшатать потом, смогу ли я вернуться и закрыть Аполлонию, вот. Это меня беспокоит, ребят. Гарнизончик тут, конечно, есть, но так себе. Всем так себе. Так, а флот я сюда загнать не смогу, но ускоренном смогу. Нормально, если еще прикрыться надо. Плюс он еще и Египет тут стоит, тоже ни туда, ни сюда, со своими бомжами. Так, ну так, да. Так, кстати, по изучению. Чего мы там с вами изучали, забыл. Так, где-где-где, исследование завершено. А корабель и таран мы с вами изучили. Так, это получается тактика до второго уровня у нас уже дошла. Теперь давайте осадой займемся. Инженерные мастерские второго уровня. Так, и Аполлонию давайте перестроим, пока есть такая возможность. Значит, гражданское поселение, рыбацкий порт. Так. Это что у нас тут? Что она нам даст? У наемных или иллирийцев они нам как бы не особо и нужны, поэтому давайте мы ее сломаем. Вот это я тоже сломаю. Вообще, я тут скоро все переломаю, потому что мне здесь особо казарма не понадобится. Так, ну и перестроим тогда на пищу. Так, и еще две с лишним тысячи есть у нас. Так. Ну, погнали. Да, понятно, автобой показывает, что выслабиться нету, но я все-таки сажусь, но все-таки без автобоев, и встретимся на поле боя. Итак, ребятки, сухая погода, выстроился я тут практически в линию. Пойдем мы сразу с вами вперед в атаку. Какой бы перестрелка с гигантской греческой баллистой это дело совсем неблагодарное, и стоять под ее обстрелами я, конечно же, не собираюсь. Кава пойдет по флангам, попытаемся мы как-то тут их кавалерию опрокинуть, правда вот тарантусы эти гребаные, за ними долго придется гоняться, но вот с остальными как-нибудь, надеюсь, разберемся. Ладно, поехали. И вперед. Хотя я достаю до этой фигни. Ух ты, достаю, давай-ка. Можно даже. А хотя ладно, обычные пускай стреляют. Может что и поломаем. Наши погнали вперед. Так, вот она, моя кавалерия. Мы обнаружили засаду врага. Давай-ка по тарантусу пкинь, что-нибудь. Ага, достали. Отошли. А что босс? Отходи. Завязываем бой. И сюда. Перестреливайся с тарантусами. Связываем от боем с этой стороны. Так, тут у меня как дела? Ни хрена себе. Завтыкал. Лучники. Лучники, стоять назад. Назад-назад-назад-назад. Так, пехота их тут вытворяет непонятно что. Пинь. Куда? Начинаем давить. Так, тут перестрелки вроде выиграем. Конница наша побеждает. Поджимаем. Так, лучники. Давай огонь. Так, там сейчас ничего происходит. Эй, хрен с ними. По тарантосам. Стрелков дофига. И конницу их все никак добить тут не могу. Так, с этой стороны что творится? Так, с этой стороны вот справится. Давай вертаем сюда. Так, наши статуры. Долгу не остаются, откидываются как могут. Входи. Дихая, что-то не получится, скорее всего. Так, в лучников въехал, зараза. Так, тарантосов там обрабатывают. Здесь вроде справляемся. Долго. Давай сюда. Хотя ладно, вот этими пацанами попробуем. Так, пролубайся вот сюда. Прямо из лесу. И сюда. Отходи. Лучники свое дело делают. Причем хорошо. Так, давай сюда. Так, баллистов мы, наверное, с вами остановим. Уже хорош накидывать. Так, куда их-то несет, я понял. Ну, мне там похоже к генералу пошли. Так, все, бьем стрелков теми силами. Конными имею в виду. Эти в тыл многоплитов. А вот он куда пошел. Давай расстреливаем. Ты бы все равно тут особо ничего не сделает. Так, тут стрелков зажали, хорошо. Тут, смотри, развернулся. Завязываем их боем, завязываем. Так, Луки. Подходим. А что ты даже не заметил, что они уже в ближнем бою. Давным-давно тусуются. Так, кавалерия сюда. Двитарианцы сюда. В общем, бьем всех. Дотаптываем. По идее, мы уже вроде как должны закончить эту войну, потому что это был. И в Базилевс, и он уже, как говорится, закончился. Так, тут всех перебили. Так, ну и все. И в общем, я тут сейчас еще постараюсь, конечно же, поймать кого могу. И встретимся с вами уже на конечном компании. Так, все. Фракция уничтожена, кстати. Добивать тоже никого не пришлось. Мне уже сказали, типа, они один фиг кончились, так что все. Завязывай биться, и это самое. Вали на карту компании. Так, 3500 денег нам за это дело все еще и дают. Очень даже хорошо. Так, афинные уничтожены. Так, а вопрос вот этого дятла я догоню. Да, догоню. Вполне себе. Так, что они там имеются? Куча конницы. Какие топорники и так далее. Так, ну давайте я, наверное, вне записи эту битву проверю. Веду сейчас. И мы с вами встретимся как раз после нее. В общем, погнали. Так, все, готовы рабы. 600 денег дают нам за них. Так, ну и как говорится, запинывают их обратно туда, откуда не вырезали, кто остался. Так, ну и, по сути, с этими всеми проблемами мы разобрались. И у нас тут остается только спартанцы, да? Своими пикинерами, гаплитами, там, пиреками и застрелами. Равная практически будет битва. Их там 3000 с лишним. У нас две небольшим. У нас-то есть тоже тут своя имба, как говорится. Ладно, ребят, эту битву мы с вами начнем уже в следующей серии. На этом будем завершать. С вами был Консул. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте, конечно же, лайки. Ну и всем удачи, и всем пока-пока.